В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Вуслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В территориальном отделе Видное 6-й микрорайон состоялась очередная встреча с жителями по вопросам строительства Южно-Лыткаринской автомобильной дороги. Мы определились, что круг, который у нас остается свободным, мы делаем все-таки дополнительный заезд. В Ленинском городском округе продолжают вручать первые паспорта в торжественной обстановке. Я очень счастлив, это для меня очень важный день. Благотворительный автопробег за Россию из Подмосковья в Донбасс стартовал в четверг 16 февраля из Видного. Мы везем подарки нашим бойцам к 23 февраля. В территориальном отделе Видное 6-й микрорайон состоялась очередная встреча с жителями по вопросам строительства автомобильной дороги Юла. В ней приняли участие представители проектировщика, генерального подрядчика и сотрудники администрации Ленинского городского округа. Подробнее в нашем первом сюжете. Это уже не первая встреча по вопросам строительства Южно-Латкаринской автомобильной дороги. Многие замечания жителей на предыдущем собрании были учтены. Особенно острая тема – безопасное передвижение людей. На встрече подняли вопрос организации пешеходного сообщения между жилыми комплексами Южное Видное и Первый квартал, что крайне важно для жителей. Проектировщиками этот момент взят в проработку. В проекте уже предусмотрены три перехода на улице Фокина, на Завидной возле дома номер 19 и в районе выезда из шестого микрорайона. Беспокоят людей и организация пешеходного сообщения на время строительства. В ходе диалога подрядчик пообещал, что пешеходная дорожка, по которой дети из северного квартала ходят в десятую школу, останется открытой до конца учебного года. В районе дома 19, чтобы обеспечить транспортную доступность, мы определились, что круг, который у нас остается свободным, мы делаем все-таки дополнительный заезд вдоль забора, чтобы машины не скапывались в узком горлышке вдоль дома 19. Расширяем проезжую часть вдоль дома для возможности парковки транспортных средств подальше. Парковочная пространство, все, которое у нас в треугольник свободный, зеленый остается, мы делаем там парковочные места дополнительные. Чтобы шум техники не беспокоил жителей домов, будет использован бесшумный метод. Они будут состоять в земляных работах, в устройстве монолитных работ, буровых работ. Сейчас под вопросом стоит вопрос согласования с фоебойных работ, чтобы уйти, скажем так, от ударного способа и прийти к методике статического вдавливания свай. Совместно с МТДИ будет проработан вопрос о внесении изменений в проектную документацию по ликвидации съездов на улицу Фокина и Северный квартал, чтобы предотвратить поток транзитного транспорта. Также необходимо оставить возможность прямого выезда из Северного квартала на трассу М4 Дон, как это уже организовано на сегодняшний день. Сроки директивные нам установлены на год меньше, нежели они у нас установлены постовскими сроками, предварительно, по которым заключались контрактные обязательства нашей генподрядной организации с заказчиком. Будем стремиться к ним. Встречи с жителями по вопросам строительства автодороги будут продолжены. Наталья Буслава, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В администрации округа состоялось заседание местного политического совета «Единая Россия». На встрече подвели итоги работы и обсудили актуальные вопросы на 2023 год. Провел встречу секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Спасский. В своем выступлении он отметил, что в прошлом году было уделено большое внимание помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. Если сначала брали массы, если так, от количества можно сказать, то сейчас идет запрос на качественную помощь, как-то тепловизоры, автомобили, которые туда уезжают. И контакт есть, причем контакт такой персональный с руководством воинского подразделения, который есть. Сто процентов продолжаем, предприятия помогают. Но, повторюсь, роль «Единой России» здесь она такая направляющая. Члены местного полицовета активно работают и реализуют партийные проекты. В прошлом году проведено свыше 700 мероприятий, в которых приняли участие 7 тысяч человек. В заключении встречи Алексей Спасский отметил работу фракции «Единая Россия» Муниципального совета депутатов, которую возглавляет Станислав Радченко. Состоялось очередное заседание общественной палаты Ленинского городского округа. В этот раз представителям организации предстояло рассмотреть ряд вопросов, особенно актуальных для дальнейшей работы. Один из них – прекращение полномочий председателя Григория Авдеева. Если позволить, наверное, я бы сейчас, может быть, официально себя посложил в полномочии, потому что только сегодня был на собеседовании у главы, в понедельник я буду представлен уже к должности. Свои функции руководителя, скажем так, на общественных началах общественной палаты я бы сохранил, чтобы, соответственно, не вас, не нагружать, перезагружать, соответственно. Как куратор, скажем так, бы остался этого процесса до конца данного созыва. Временно до конца созыва исполнять обязанности будет нынешний заместитель председателя Людмила Лернер, которая ранее проявляла себя как ответственный руководитель. Напомним, что формирование новой общественной палаты Ленинского городского округа начнется в начале лета 2023 года. Также в рамках заседания общественники заслушали доклад представителя администрации муниципалитета Ирины Бугровой о планах благоустройства и развития дорожно-транспортной сети. Подведем итоги 2022 года, что у нас было проведено комплексное благоустройство двух дворовых территорий на улице Школьная, на улице Лемешко 6,8, корпус 1, корпус 2, в рамках которого было благоустроено две детские игровые площадки, спортивные площадки, тренажеры, универсальная спортивная площадка Муни Мешко, была модернизированная. И еще одна кадровая перестановка. Вместо Александра Ульянова в общественной палате начнет работать Александр Басы. За нового коллегу проголосовали единогласно. В завершении заседания за активное участие в жизни округа и помощь в организации гуманитарной помощи Елену Золотухину наградили благодарственными письмами. Получение первого в жизни паспорта – важное событие для каждого юного жителя нашей страны. В Ленинском округе церемония вручения главного документа проходит в праздничной обстановке. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В торжественной обстановке состоялось уже традиционное мероприятие для юных жителей Ленинского городского округа – вручение первых в их жизни паспортов. Получили этот документ они из рук главы муниципалитета Алексея Спасского. Чем бы вы не решили заниматься, какое бы направление в жизни вы не выбрали, будьте успешными. Будьте успешными, создавайте, созидайте, пусть все получается. И пусть тем самым вы будете славить себя, свою фамилию, своих родителей, будете прославлять малую родину, ну и большую нашу страну, великую нашу Россию. Шестеро юношей и девушек теперь стали полноправными гражданами Российской Федерации. Вместе с дополнительными правами молодые люди вступили в новую фазу ответственности за свои поступки. По завершении мероприятия участники церемонии сделали общее фото на память. Среди тех, кто получил паспорт в этот день, стал сын депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Вуевич Владимир. Я, наконец-то, гражданин Российской Федерации, очень счастлив. Это для меня очень важный день. И я очень счастлив прям эмоции не описать. Вместе с мамой они готовились к этому важному событию, обсуждали новые возможности и строили планы на будущее. Я искренне желаю всем ребятам, которые сегодня получили паспорт и сделали шаг навстречу ко взрослой жизни. Очень надеюсь, что они реализуют все свои мечты и достигнут своих целей. Согласно законодательству, первая замена паспорта произойдет по достижении 20-летнего возраста. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Благотворительный автопробег за Россию из Подмосковья в Донбасс стартовал из Видного. Он приурочен ко дню защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции. В автопробеге солидарности с Вооруженными силами России приняли участие волонтерские организации «Казачьи сообщества», неравнодушные жители Москвы и Подмосковья. Мы объединили некоторые сообщества из Москвы и области, а также по России. К нам присоединяется Воронеж, Ростов. Это сообщества, которые поддерживают на протяжении года. Кто-то позже присоединился. Наших бойцов в течение всей СВО. Наша цель – показать поддержку, о том, что поднялась вся Россия. Потому что, если мы не будем их поддерживать, то будем у себя во дворах рыть окопы. Вы до конца, я так понимаю, да? Да. До конца поедете? Первый раз вообще участвуете в подобном родном мероприятии? И с вами кто? Друзья? Супруга, друг. Колонна с ценным грузом проследует до границы с Донбассом. Мы везем подарки нашим бойцам к 23 февраля. Хотим их порадовать и передать приветы теплые с большой земли от родных и близких. По ходу следования автоколонны к ней смогут присоединиться все желающие. Ожидается, что в благотворительном автопробеге примут участие более ста машин со всей страны. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин